ну что друзья все порядочке загрузились так сейчас надо будет опустить ось наверно или чуть дальше мы сейчас проедем до вы есть такой же самый ну как относительно такой же же только там где мы заезжали где я побежал пешочком вот там на вот взять налево и принципе выход неплохой как а вот вот и получилось что срезает угол ось опустить нацепляемся вот и до ветки мы сейчас немного чешем и тут выезд буквально вот нормальный и все как бы сейчас увидим их что получается навигация суда ведет но там мы правильно как я чтобы я не повернул как раз в том место где я засомневался и поехал прямо это было правильное решение ну вот здесь чуть-чуть как бы кружочек такой вот я не знаю там метров пятьсот там с километром может быть крутились это а ось все-таки поднялась надо ее на следующем повороте поверните налево вот а теперь она пошла вниз такой лайфхак опять же так друзья вы как бы чтобы у вас разъехаться с вами и здесь не камни такие ребенок сейчас ребята я я чуть-чуть так зеркало вижу все хорошо все едем вот что я хотел сказать вот здесь еще тоже так узенько на следующем повороте верка ломаем проходим как бы что что мы здесь кружочек крутой там но это такое то я я даже не считаю а так в принципе мы все правильно сделали правильное решение что я вот здесь стал побежал думал мало ли чё если поехал бы дальше прямо это было бы мне опять было бы кружить в этом месте чтобы врулить так и здесь надо сейчас тоже срезаем мы там стоят такие отбойники все нормально видите как-то все продумано я думаю я не один здесь и заезжаем мы готовьтесь к проезжаем вот у нас первая соли газ а аллергас загрузить мы загрузились пустыми европалетами был и теперь доставляем их вы сколько мне 200 километров показывает доставка в сторону кратца вот так но этот я даже не знаю что здесь вот эти коляска какая папа с ребенком здесь получается одностороннее движение по логику и все вот так вот с другой стороны я заехать не смогу даем затем на следующем повороте поверните направо на следующем повороте поверните млerme затем вот такие вот треб insist повороте поверните направо так здесь надо левее и на право лево и право пам парам па но новых и об знаке стоят симпатичные я конечно да, на бордюрку заезжаем но благо то, что вот как раз и такие вот бордюры, они невысокие и тоже читаю вот комментарии, что вот хорошо, а где-то вот по Москве вроде делают такие бордюры хотя и во Франции тоже бывают такие вот высокие и ты, ну, не вруливаешь не получается, ты повреждаешь авто там как-то резину там еще а в таком вот случае, видите, все продумано когда-то в таких маленьких радиусах ну, все-таки, может быть, кто-то где-то приедет такой, как я, или может кто-то еще, я думаю, помимо меня еще не одна машинка заезжала вот видите, где-то вот занижение, где-то вот нормально ну, там люди с головой к этому подходят нормально, здраво вот так, я считаю не то, что в один уровень выставили, а и все а там трава не расти нет вот так вот ладно, пока красный ждем ну, в принципе, мы выезжаем вот буквально автобан он наверху, там где грузовичок идет красный продолжайте движение прямо ладно, пока опять ждем ну, и как видим наше направление на градске, оно открыто, это движение то есть там ремонт через 50 метров держитесь левее ну, вот такие вот моменты в связи с загрузками конечно, с одной стороны для вас, может быть, ну, приятно посмотреть мне, конечно, да, вот эти вот эти места, где мы там проезжаем но если бы это знать что там все нормальные заезды когда как хорошо ведет навигация в этом все прекрасно а так, вот такое вот бывает ну, все, слава богу, все решилось теперь же едем на выгрузку и дальше я думаю, что мы выгрузимся и поедем на Эрих, Аустрия там мы будем грузиться кабинами и бумагой на Монти вот меня впускают в в колею как бы в эту вот линию нормально, видите все понимают друг друга как бы вот в этом плане ну, мне нравится импонирует он бы на этом бустике который сзади он бы на велки-палки поджимал бы да, не давал бы мне заехать на полосу да, и все а так все цивильное хорошо да, 500 евро по лет я сбоку специально даже открыл сбоку он ну, не то, что там сзади сзади он мне подавал бы на прицеп а я потом бы вот этой рукой затягивал бы там все там впихивал бы думаю, зачем оно мне надо мне проще открыть бок и пускай он по грузчикам заставляет их ну, то есть все так я только последние две пачки там увязывал ремнями а так в основном только посматривал да, и все чтобы так как говорится руководил полетом вот такое вот так ну, добренько едем дальше вот такая она спина была вчерашний уикенд ой, позавчерашний даже сегодняшняя загрузка едем далее друзья ну, вот обогнала машинка но интересный такой цвет я понимаю это где-то я видел что все-таки она уходит вправо свет вот как хамелеон он переливается у него вообще то есть в зависимости от преломления как лучи тут но четко вообще так вроде бы коричневая такая кофейного цвета оп сейчас вроде въехал ну, и так вроде бы какая-то там синеватая такая ну, прикольно хамелеон один сигнал GPS не знаю я быстрее ехать не могу потому что везде радары здесь ну, да так вроде коричневый вроде бы такой цвет не знаю ну, прикольно класс итак, друзья мы уже 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 прибыли в город град и заезжаем мы с другой стороны с этой стороны я еще не был это со стороны 60 дороги ну, типа 9 автобан вот вот как-то вот снизу получается еще как я не знаю даже как правильно обозначить обозначить я не тут ряд стал конечно сейчас ладненько ждем пока красный свет и поедем дальше а кстати вот и свет уже загорелся вот это 67 дорога нам еще 5 километров до точки назначения видим молодежь идет автобус красный и мы видим здесь и норд и аутлет и нью-йорк какой-то интерспорт кашлер аж м или хейт энд эм ой тоже своеобразная вот да сам град он как бы ну такой тоже гордочек нормальный ну вот когда катаешься я пока обкатываешь вот эти маршруты везде и ну стараюсь для себя что-то где-то определиться увидеть где-то в промзоне какой-нибудь какой-нибудь паркоместо ну это видимо девочка за рулем этого моциклета у которого там не знаю кубиков 40 наверное может быть вот такой маломощный но там механика на том моциклете я смотрю номера красный я не знаю как присущи такие должны быть красные номера так это направо 38 но нам туда не нужно не знаю что там видать какая-то то ли железнодорога по-моему вот почему ограничение вот туда либо же может что-то такое вот мы видим знаки вот и легковые стоят дальше стоянка остановка запрещена так у нас красным за гарнилсом пам-pам-пам-пам папа это и марк выркауссервый date а слева солончак мерседеса бенсаса вот такой вот Поехали. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Интересно, балкончики, никто не застегляет. И там вот бывает, на втором этаже так глянул, краем глаза, чисто стульчик стоит и все. Со спиночкой, то есть, вышел, посидел, посмотрел. Если, конечно, вам делать нечего, вы можете там сидеть. Посмотрев по гуглу, куда мы доставляем груз, ну, вроде бы, такое, как у предприятия, где производят, вроде бы, как карандаши какие-то делают. Так вот, если я везу 500 палет, это как раз для того, чтобы, наверное, отгружать товар свой на палетах, соответственно. Ну, палеты бэушные, как говорится. Вот так это покупают, подкупают и дальше отправляются. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Потому что новое стоит денег, чуть дороже, чем обычно такие. Цены, я скажу вам, я не знаю, не интересуюсь. Я знаю, что если бы я сдавал туда палету, то у меня приняли бы его, ну, опять же, в хорошем качестве. То есть, хорошая, классная, беленькая, свеженькая, чистенькая, по 5 евро. Так, что-то вот. Что-то мадам за, как говорится, завтыкала. И меня хотел обогнать на бусике, вот на Мерседесе, какой-то инвалид, Донар Везетович, отчет-то, не тот ряд зажал, блин, ну, короче, такой-то, дизайнерный. И вот же направление тоже налево, я не знаю, как будто бы гонять нет. Не, за мной едет. Используйте второй поворот направо. На следующем повороте поверните направо. Ой, 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 ой. Готовьтесь к правому повороту через 300 метров. Хорошо, что никого не было на перекрестке, как раз. Используйте второй поворот направо. На следующем повороте поверните направо. Один километр. Один километр. Вот мама с ребенком и собачка. И собачка ведь не на привязке, я думал, без привязки какой-то. Ой. Ну, а здесь промзона. Кстати, вот смотрите, места вот здесь как раз, да, вот можно запарковаться. по главной дороге. Вот так. Ну, вот принято это патитоники. Я бы так бы не стоял бы, конечно. Все-таки мне надо чуть-чуть более пространство. Вот здесь вот, вместо легковое, если бы ее не было, можно было бы как-то... А отсюда уже к центру города уже намного поближе. Тот же самый вот здесь. Вот такие места вот. Вот вами промзоны. Про которые я говорил. Так, отоставляем мы груз фирмы... Пам-парам-парам-пам-пам. Брэвиллер. По-моему, так-то. О, и здесь стадион. Спортплощадка какая-то. Ну, в принципе, мы приехали. Наверное, было вот здесь направо. Нужно было. Затем прибудете в конечный пункт. Развернуться тут никак. Пара-барам-пам. Ладно, друзья, пока. Пока, наверное, все. Ладно, я отключаюсь. Друзья, ну, в принципе, вот нашел я фирму. Вот как бы заехал. И смотрим. Здесь типа запрещено с 6 до 2 часов остановка. Вот. А уже пол третьего. Фирма закрыта. Сказали с 6 часов на завтра. Вот я паркуюсь в этом месте. Сейчас назад чуть-чуть сдам. И до завтра. Так что у меня есть возможность просто сесть на велосипед и прокатиться в велосипедную прогулку. Как-то так. Как-то так. Валеринь. Так. Сейчас. Ну, тут... Самое. Двое. Как 봐. Топовое место.